Музыка Всем привет! У нас сегодня в гостях заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, руководитель ансамбля Маркелова «Голоса», мой учитель вокала и просто хороший человек Игорь Борисович Юваев. Спасибо. Добрый день. Всех приветствую. Игорь Борисович, значит, ну, в первых строках своего письма хочу вас поздравить с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Пожелать успехов, конечно, в творчестве, ну, счастья в семье, вот, ну и, конечно, здоровье очень, вот, актуально в наше время. Спасибо. И разрешите преподнести вам небольшой сувенир от нашей киностудии. И вы что? Да. Ух ты. Хонор, гармошка Хонор Думажор. Это гармошка потрясающе. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие. Спасибо. Всего самого наилучшего, чтобы здоровье было хорошее самое главное. Спасибо, Дима. Вот. Вот мы сейчас в здании, это училище, да? Или что это? Это здание, это союз композиторов. А, союз композиторов, точно, союз композиторов. Да, союз композиторов Новосибирской области. Здесь мы арендуем, филармония арендует помещение. То есть вы филармонией вообще уже сейчас не занимаетесь, я имею в виду, не занимаетесь. А, нет, в самой филармонии нет. Как бы это здание принадлежит сейчас, половина здания, этот этаж принадлежит филармонии. А, нет. Уже четвертый год мы здесь базируемся. Ну, понял. То есть Маркелова голоса только здесь репетирует. Только здесь репетирует, да? Ну и отлично, да, на самом деле. Это хорошо, потому что я вот сейчас рассказывал вам за кадром, что здесь вот тоже деревянные дома стояли, я помню. Это тоже очень старинное здание, но очень интересное здание на самом деле. Да, точно. Да, вот я вспоминал, что тут шашлыки жарили, то-се-се, другое, третье. Вы вот тоже родили же в Новосибирске. Конечно, да. И, ну, я знаю, что не секрет, там, в 61-м году, да, про вас очень много информации, на самом деле. Не скрывайте. Не скрывайте, да? Вот где ваш первый дом был в Новосибирске? Можете рассказать? Первый отчий дом, вот где он находился? Первый дом находился на ботаническом жилмассиве. На ботаническом. Да, там я первые годы рождения, там мы жили, это прямо напротив нынешнего зоопарка. Вот то, что там трасса проходит, да, большая, да, ее не было. И там стояли пятиэтажки, вот эти, там, помните, такие, когда едешь в сторону кладбища. Ну, и сейчас там есть пятиэтажки. Да, вот они и стоят. Да, 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 да. Я был в этих пятиэтажках. Вот в одной из пятиэтажек я жил, мы жили много лет, до переезда. Затем мы переехали уже вглубь ботанического жилмассива. Ну, там первые годы своей жизни я провел там. Это было потрясающее место в Новосибирске, потому что не было этой трассы, и не было зоопарка, и был сразу глухой лес. Ну, да. Ботанический сейчас, то, что парк там, да, у нас. Да, да, это был просто лес. Это просто был, прямо не было дороги, из дома выходишь из этой пятиэтажки, ты прямо находишься в лесу. Грибы. Да, прямо все, грибы, ягоды и все. Это было, особенно лыжи, и там все эти горки, там были под номером, я помню. Мы с пацанами бегали, была первая, вторая, третья горка, где сейчас зоопарк находится. Там были потрясающие слаломные трассы, и там мы проводили круглосудочно, мы были там. Это было потрясающее детство, и вообще весь детство ботанический жилмассив. Очень здорово. Ну, там, да, сейчас очень многое изменилось. Я даже по своему-то детству помню, что там еще можно было как-то бегать, не слишком оккультурно было. Да, там был такой отдаленный был район довольно-таки, да? Значит, в 86-м году окончили дирижерско-хоровой факультет Новосибирской государственной консерватории. Правильно. Все правильно, да? Правильно, да. С 85-го по 87-й хормейстер новосибирского камеронного хора под управлением Пейзнера. Да. Все правильно, да? Все правильно. Вот, все логично. Значит, и вдруг, 1987-й, 92-й год хормейстера, а затем дирижер грузинской государственной хоровой капеллы. Да, неожиданность. Да и вообще неожиданность. Как вы туда попали? Дело в том, что мой учитель Борис Пейзнер был приглашен в Грузию руководить этой капеллой. Дело в том, что в тот момент в Грузии, это были последние, доживали советские времена, и была мощная такая хоровая капелла, 100 человек, 100 певцов, и такая она представляла всю Грузию во всем мире. Это была именно классическая капелла, не фольклор, не народное пение, это была классика натуральная. И у них была проблема. Их дирижер, который работал в то время с этой капеллой, значит, его почему-то отправили быть главным дирижером в монгольский оперный театр. Ох, интересно. Вот интересно вообще, как выглядит монгольский оперный театр. Да, 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 я видел, французы снимали по арте, такой канал есть, я видел передачу о Улан-Баторский оперный театр. Это такое типа нашего Дека Горького. Типа Дека Горького, но намного хуже, весь разваливающийся, и без ремонта, ну что-то там. Я помню, что там ужасного качества певцы, и что-то пытаются петь Моцарта. Я помню, да. На монгольском? Не помню на каком языке, да. Но это тяжелый случай. Вот почему-то поднимать их культуру был отправлен грузинский хоровой дирижер. Удивительно. Очень интересно. Оперный жанр. Это было советское время. Видно, его Министерство культуры Москвы отправило туда помощь дружеской стране. Ну им лучше знать. Ну конечно. И вот он уехал, и мы с нашим хором туда ездили на гастроли в Грузию в советское время часто. И он был там известен, он был известный хороводитель, он есть, до сих пор в Москве работает. И его пригласили заменить это место. Он, как своего любимого и одного из самых талантливых учеников, пригласил меня с собой. Я долго думал, но решился на этот рискованный шаг, потому что все-таки надо было бросить все здесь. А я уже начинал в филармонии деятельность, и уже в филармонии организовал ансамбль старинной музыки, которым сейчас занимается Бурханов. Инсула Макака. Да, я уже организовал, еще не Инсула была, был коллектив при камерном хоре, и были интересные перспективы. Вообще было много перспективов, но Грузия меня, конечно, прельщала своей культурой. Вообще и хоровая капелла, быть хорместером при настоящей серьезной хоровой капелле, для меня, для молодого дирижера, было очень интересно. Я поехал туда, и мы попали в самую передрягу. Мы приехали, прожили два года прекрасной советской жизни, и вдруг в один момент Грузия отделилась от России, и начались дикие вещи. Дикие, кончилось все, еда, бензин, электричество, отопление. Культура, да, мы ходили на работу, перестали платить за работную плату. Люди по инерции еще ходили пару месяцев. Я помню, что там, а, отключилось метро. А там, да, отключили метро, и дело в том, что в Белисси находится метро, одна ветка, и она очень длинная, 18 километров. И вот я жил на одной констанции, а на работе была на другом, и мы ходили пешком на работу. Я помню, я шел в одну сторону 2.40, 2.40 минут обратно, туда и 2.40. И все грузины из шикарных лимузинов вышли, и бензина не было, и стали ходить пешком. Поменялась нация, просто менталитет. Ну и постепенно не было уже смысла ходить туда, не было зарплаты, потом давали какие-то купоны странные. И поэтому я там освоил другую профессию. Я был вообще без денег, голодал, буквально голодал. А выехать в Россию не мог, потому что не было вообще связи с Россией. Не было ни поездов, ни самолетов. Все отсекло за один момент. Два года не было вообще ничего. Потом появился один рейс в неделю за доллары. Один рейс в неделю, Москва, Тбилиси. Это был где-то 90-й год. Таких денег не было, там что-то стоило больше долларов, откуда их взять. Поэтому я сидел там, и друзья, друг один русский, мне говорит, Игорь, я тебе помогу, мы будем с тобой настраивать пианино. Потому что это просто клондайк. Потому что в Грузии было принято, в каждой семье по два инструмента, обязательно гитара, и стоит два пианино. Это было принято. И они все разваливались от времени. Старые ретро такие. Он брал мне с собой, подарил мне все инструменты, и я реально освоил там профессию настройщика пианино. Но его же надо не только настраивать, но еще и подклеивать. Да, я все научился делать. Я теперь могу разобрать этот инструмент и весь его прямо с нуля, как машину. Разобрать, это серьезно. Ну слушай, это интересный факт. И я, мало того, пешком обходил, обошел весь Тбилиси, и меня знали все. По семьям ходишь, обивление вылечиваешь. Ну конечно, это такая профессия. Вот это было потрясающе, то, что я освоил там эту профессию. Ну и в итоге там все было хуже и хуже. И, ну, открылось сообщение, и мне удалось поездом через Азербайджан, через Чечню выехать. Потому что дорога на Абхазию была закрыта, потому что была война. Помните, в то время? Да, да. И я вот с трудом на одном поезде, мы объехали через Каспийское море, по верху, по Северному Кавказу, Ростов-на-Дону и выше. Я выбрался оттуда. Вот такая была история. Но, что касается работы с Грузией, были потрясающие годы первые, когда с капеллой работали, творили уникальные вещи, грузинская культура повлияла на меня. Я привез уникальный репертуар, до сих пор наша одна из лучших программ, это Грузия. Грузинская культура, до сих пор, 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 до сих пор. На самом деле, потому что я сначала не знал факта из жизни вашего, и всегда думал, почему грузинские песнопения. Теперь я понимаю. Да, кстати, вот Festa Musicale, это не то было, что... Откуда информация о Festa Musicale? Ну... Интересно. Вот как бы... Есть источники. Именно тот ансамбль, который родился первый в Новосибирске ансамбль, реально ансамбль старинный ансамбль. Который потом стал инсуломагикой, да? Потом было расстояние, я уехал в Грузию, и все исчезло. А потом Аркадий Бурханов по этому опыту собрал коллектив и уже назвал инсуломагикой. Инсуломагикой. Но то, что было при камерном хоре Певзнера, это было первое ансамбль, он назывался Festa Musicale. И мы в рамках камерного хора ездили на гастроли, и я помню, премьера этого коллектива была в Киеве, в католическом храме города Киев, на улице Червона Армейская, как я сейчас помню, это был где-то 85-й год. Это был первый концерт премьеры этого ансамбля в Festa Musicale под моим руководством. Ну, есть информация, на самом деле, да. Если так глубоко-глубоко копать, то можно накопать информацию. Спасибо, Дим, очень приятно. Ну, значит, ну вы в 93-м возвращаетесь из Грузии в Новосибирск и создаете коллектив Мархеловых голоса, правильно? В 93-м возвращаюсь, опять возвращаюсь к старинной музыке в состав «Инсулы Магики». Так. Возвращаюсь, да. И попадаю в интересный театр, театр Афанасьева. Вот что интересно. В 93-м году меня приглашают быть музыкуром театра Афанасьева. И вот с 93-го года до сих пор я с ними сотрудничаю. Да. Сколько лет, это невероятно. И даже не планируют создавать какой-то хор, естественно. В те времена какие-то… Какой хор в 90-х? Дима, да? Хорошо, ну да. А как получилось это в итоге? Вот я, значит, читаю, что Мархеловых голоса – целью которой стала использовать забытых шедевров древней русской церковной музыки, духовных сочинений западноевропейского ренецианства и барокко. Значит, и в интернете дается справка, что Маркел по названию «Безбородый» и «Агумен» Хутынского Новгородского монастыря 16-го века. Вот. Ну, вообще, по названию это ваша же идея? Сейчас расскажу, конечно, всю историю. Ваша идея? Да, моя, конечно. Значит, я работаю спокойно в театре и в Инсуле, даже не планирую никакого хора. Конечно, мечта. Но какой хор в 90-е, где взять бюджет? Так. Дело в том, что я никогда раньше не занимался любителями. Для меня важно работать с профессионалами, чтобы делать профессиональные концертные программы. Поэтому я и не планировал. И вдруг раздается звонок. Мне говорят, Игорь Борисович, здрасте, здрасте, я такая-то, такая-то. Я закончила консерваторию в этом году. А вот папа мой, значит, он начальник новосибирского СЭС, санэпидемстанции. И вот мы хотим создать профессиональный молодежный хор. Я говорю, а деньги? Она говорит, папа будет финансировать. То есть папа СЭС. Да, и первый ваш концерт был в СЭС. Да, который сейчас находится на Фрунзе. До сих пор это здание находится на Фрунзе. Там во дворах большое здание санэпидемстанции, с прекрасным залом, актовый зал, такой полукруглый, с хорошей акустикой. И я говорю, нет, я не верю в это. Она говорит, пойдемте со мной. Вы приехали к папе, зашли в офис, он говорит, вот я хочу, чтобы дочка была при делах. Она закончила консерваторию, хоровой дирижер. Она будет вашим помощником. А вы, уважаемый дирижер, мы их будем финансировать. Я провожу кастинг. В тот момент прибежало огромное количество талантливой молодежи. Тогда много было. И мы решили стать революционерами. Мы решили исполнять только музыку, которую никто больше не исполняет. И исполнять другим звуком. Совершенно другим звуком. То есть мы начали заниматься аутентикой. Аутентично, то есть достоверно, как было в те времена. Аутентично, да. Мы пели без вибрато, инструментальным ровным звуком. Мы шокировали публику. Никто такого вокала не слышал. Это была, правда, революция в Новосибирске. Не только. До сих пор я слушаю эти записи. Я поверить не могу, что мы так пели в тот момент. Потрясающе. Это была другая эстетика. Свежая совершенно. И презентация концерта была в феврале 95-го года. В 95-м. Там, в здании СЭС. Мы месяц нам дали зарплату. На следующий месяц, в конце февраля, мне она подходит. Его дочка говорит, извините, деньги кончились. Вот так. Но в то время это нормально было. Нормально. Для СЭС не странно. Хотя, может быть, у них были, не знаю. Да, понятно. Но деньги кончились. Они говорят, ну, единственное, что мы можем, мы можем здесь бесплатно репетировать. И мы собрали консилиум этого коллектива. Ребята говорят, что делать? Давайте будем репетировать, а концерты давать где-нибудь в городе. И все сказали, будем. Ну, такое дело трудно, жалко. Конечно. И мы начали везде. Основная площадка наша была 2-й этаж Краеведческого музея. Вот. Шикарная акустика. Там раньше был, ну, как сейчас музей, но нам разрешали выступать. Сейчас там нету концертов. И мы там открыли абонемент. И после этого мы открыли абонемент в художественном музее тоже. Где на лестнице мы выступали там. И вот первые полгода после СЭС мы жили вот этими концертами. Маленькая была прибыль. И нас неожиданно в одном из концертов в музее заметила филармония. И я обратил внимание, у нас на концерте присутствовал Павел Шаромов и новый худрук филармонии в тот момент Владимир Михайлович Калужский. Которым в тот момент понадобился молодой хор для исполнения оперы Персила Дидона Эней. И после этого нас пригласили в филармонию для постановки на разовых, на контракте. Таком разовом. И это был 95-й. И в конце 95-го, начале 96-го нашлись бюджетные деньги. И нас директором был Миллер Владимир Михайлович. И нас пригласили в штат филармонии. Вот так сошлись звезды. Имена-то все легендарные. Да, все легендарные. На самом деле. Для Новосибирска, правильно? Точно, да. Я зачитывался на самом деле миллерунчиками. Миллерунчиками? Да, миллерунчиками. Можно два слова, Дима, еще по поводу? Почему Маркел? В тот момент была идея заниматься в основном духовной, древней музыкой. До Петровского времени. Только. Вот то, что мы не знаем вообще, что было до Петра. До реформ. До реформ до всех. То есть это было такое знаменное пение, строчное, старое понятие. Одноголосное мужское, трехолосное мужское и так далее. И в тот момент у меня был эталоном для меня английский музыкант Петер Филлипс, дирижер, который исполнял английскую старинную музыку и назвал свой коллектив в честь английского композитора эпохи Возрождения, Тома Таллиса, Таллис Сколлорс, ученики Таллиса. И я решил, может быть найдем какую-нибудь фигуру интересную. У нас. Знаковую. И я нашел знаковую фигуру Маркела Безбородой, который при Иване Грозном работал и который первый положил псалтырь на музыку, до него она читалась. А когда Иван Грозный услышал это, он издал указ о том, что нужно во всех приходских церковных школах обучать детей вокалу именно на этой псалтыре. И она являлась первым учебником пения в России. Песня. Песня. Игорь Борисович, можно так экспромтом что-то напеть именно из грузинского репертуара? Ну, Дима, я так скажу, что особенность грузинского народного пения это сочетание двух интересных интервалов. Это квинта и кварта. Песня. 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 я вспомнил один момент я как-то ретушировал фотографию на которой были запечатлены вы и владимир кирпичов покойный нынче вот вы это вообще какой период вашей жизни скажите пожалуйста фотографии интересно как это хайрами и у меня была мощная шевелюра черные жгучие волосы 30 лет и а этот период с кирпичом связан с окончании музыкальной школы я учился в первой музыкальной школе и она тут же да на этом на офицеров но думаю на красном во дворах и носить в седьмом классе когда я заканчивал эту школу появился класс ударных первый раз и впервые и записались на него три человека я кирпичов и лещинский да вот три человека которым мы я сразу интересовали ударные всегда тяготел с ним и вот на этой фотографии запечатлен момент когда мы с кирпичом одни остались классе с вовкой там и импровизировали сидели можете прям да я могу реально я в группах играл на ударных до и до сих пор я особенно мое хобби это африканские ударные инструменты джамбы у меня тут дома огромная коллекция у меня был ансамбль джамбы я знаю да я даже знаю что я видела фотографии с вашего выступления в черной вдове джамбы да вы там в шкурах урок до урок было это в эту же один и отдельный этап связанный с театром фанасева там создал группу и мы из ней тут тут это то есть волнурили по полной то есть а вот отсюда потихонечку то есть я я тоже думал откуда джемба взялась она же то есть а вы оказывается да да у меня изначально потом я скажу честно дима я фанат deep apple и барабанщик deep apple для меня просто это как как петер филипс в хоровой музыки то есть если вдруг закончится финансирование классической музыки и начнется финансирование рок-музыки то у вас тоже на чем мы мечтаем сейчас я я так чувствую что сейчас запретят рок и рок снова будет популярен самое главное что-то запретить это точно так что вот с барабанами много чего связано ну понял вот не клеилось ядерный лось были вас эксперименты с этой группой знакомые они да конечно я тоже немножко музыкант я знаю я гнинет я просто мало кто их знаю где они сейчас вот я не знаю но у них до сих пор есть какие-то видеозаписи может быть они там пока удобно ну понятно ну я знаю что у вас у вас были эксперименты на день города вы выступали с ними это был потрясающий проект у меня это один из моих лучших что связано с фольклором потому что мы переработали древний фольклор они электронщики сайта я конечно да они и они делали подложки все электронные долго мы работали ну даже достигли того что у нас перед олимпийской играми в сочи нас пригласили туда с этим проектом кстати и мы выступали мы ехали мы там приехали буквально выступление было 15 минут а это сочи нас приглашал мы прилетали туда летели давали 15-минутный концерт презентацию или улетели обратно с ночевкой в гостинице тогда ну-ка потрясающе это был суперский проект и они потрясающе талантливый раз сделали оформление фольклору там такой ну не знаю у меня есть записи они остались до сих пор до потрясающего качества проекта а 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И посвятил себя Африке. Уникальная личность. Это был проект, посвященный ему. Вот это один из моих самых... Ну, было много проектов, но чтобы по синтезу такого несопроставимого, это, наверное, самый такой... Чтобы именно из синтеза рождалось что-то новое. Да, да. Ну и русский фольк-вёрк. Ну, конечно, русский фольк-вёрк с электроникой это принято, но мне в большинстве случаев не нравится, что делают. А вот тут, на мой вкус, очень все совпало. Вот эти два проекта. Еще есть уникальный проект, называется «Сила небес». Это где мы... Это рождественская программа, где мы поем древние духовные стихи. Это театрализованная программа, тоже там электроника замешана, тоже ударные инструменты, и это как бы вертеп. Эта сцена вертепа мы показываем. Это прямо сценическая программа, тоже вот однознаковая. Вот «Сила небес», это вот «Бах в Африке», вот этот «Нуклеерлоз» проект. Вот такие знаковые проекты за 25 лет существования коллектива были, и многое. Многое. Так, ну, смотрите. Значит, мы опять вернемся к биографии. Хорошо. С 95 по 99 возглавляли кафедру старинной музыки. Да. Значит, это был ваш первый опыт преподавания вообще? Да, первый опыт. Первый опыт. Дело в том, что был тогда просто фанател от старинной музыки в тот момент. Просто западноевропейский ренессанс, барокко, русская древняя музыка. Жить без этого не мог. И так сложилась ситуация, что удалось в Новосибирской консерватории в 95 году организовать кафедру. Это была первая кафедра в России. После этого появилась такая кафедра в Питере, а потом в Москве. Но первооткрывателями были мы, где мы преподавали игру на клавесине, игру на блокфлейтах, игру на органе, пение мадригалов эпохи Возрождения, скрипка барочная, виолончель барочная. Это была настоящая кафедра, которая… Но это старинный инструмент. Это было уникальное явление, потому что такие кафедры были только в Австрии, в Голландии, в Германии и так далее. Вот в Новосибирске было открыто. По 99-й год, по моменту моего отъезда из Новосибирска в Австрию, это следующий момент уже в моей жизни. Ну, я сам столкнулся с вашим преподаванием. Я прекрасно помню ваши упражнения. Во-первых, помню дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения, помню ассоциации. До сих пор говорю своей дочке, она сейчас тоже ходит на вокал. Паста из тюбика, зубная паста из тюбика. Это очень важно. Ощущение этой пролетности, такой проточности. То есть, он должен быть всегда на каком-то небольшом напряжении. Проводы голоса, помню вот эти исходящие вещи. А, точно. Надо же, чем вы только не занимались. Да, да, да. Спасибо вам. Еще раз, кстати, что вы со мной занимались тогда. Потому что, ну, это, пожалуй, я скажу, я занимался у других преподавателей, правда, у женщин. Вот. Отчасти поэтому, наверное, потому что, ну, все-таки с мужчиной и мужчиной, наверное, заниматься, ну, мне, по крайней мере, было легче и комфортнее. Комфортнее, конечно, да. Это я знаю. Ну, и репертуар был, я помню, нелегкий. Ну, да. Пременский музыкант, правильно, Ария? Да, мы многие вещи. Многие вещи, да. Хорошо, спасибо. Значит, опять отъезд. И вдруг опять отъезд. Опять отъезд. Опять отъезд с 99-го по 2005-й жили и работали в Вене, в Австрии. Значит, в качестве ассистента-дирижера и певца-солиста в различных концертах-проектах под руководством знаменитых дирижеров. В 2002-м ассистент-дирижера венского камерного хора. В 2003-м в качестве хорместера готовили известнейший Арнольд Шербинг-Хор к ряду проектов под руководством Николаса Арнанкура. Да. То есть это, ну, известный хор такой вот. Это хор и дирижер номер один в мире. Это было тоже, вначале у меня был Питер Филлипс. Я фанатил от него. А потом появился у меня такой дирижер, Николаус Арнанкур, австрийский дирижер, который аутентично исполнял старинную музыку на старинных инструментах. Вы же там еще и преподавали. Но почему там оказался? Пригласила Венская консерватория меня преподавать на кафедру старинной музыки. А обо мне знали. Они вас здесь заметили? Они заметили. Я туда выезжал. Вы туда выезжали? Мы выезжали на гастроли в Австрию с инсулой моей. И там я пел. На меня обратили внимание. И пообщались со мной и пригласили преподавать. И что удивительно, в основном, если русские преподают там на Западе, то преподают русское. Либо русский вокал там, либо русское произношение, либо русские там оперы помогают учить. А меня пригласили работать на их кафедре старинной музыки и работать над мадригалами эпохи Возрождения европейскими. А у вас хорошо с языком? Я туда приехал в 39 лет и начал с нуля. То есть вы не знали? Это была катастрофа. Я вообще не знал. Понятно, что музыкальное общение это одно, но все равно какие-то вещи нужно говорить. Я первые полгода посвятил только немецкому языку. Утонул в нем. Ездил в 7 утра на лекции в университет Венский. Купил я абонемент специально для иностранцев. Взял именно в 7 утра, думаю, буду жестко. С утра до ночи займется только немецкий. И проблема была, я должен был позвонить в офис. Моей идеей было попасть, помимо кафедры, на ней я преподавал на английском вначале. А потом было... С английским у вас лет. Тогда было хорошо. Потом английский ушел. Немецкий его вытеснил. А сейчас уже вернулся. И тогда была цель преподавать на немецком. И попасть в хор имени Арнольда Щенберга. Это лучший в мире хор, который базируется в Вене. Но для того, чтобы попасть, нужно было позвонить в офис и рассказать о себе на немецком. И договориться о прослушивании на немецком. А вы знаете, по телефону говорить всегда сложнее на чужом языке, чем на чужом. Потому что не видишь реакции человека. Дима, я полгода посвятил. И через полгода, я приехал в октябре, где-то в мае, я позвонил уже в дирекцию. И сказал, что... Представился. Я рассказал о себе и попросил прослушивать меня. И мне повезло. Через неделю было прослушивание. Меня пригласили... Но это отдельная история. Я удачно прошел кастинг. И меня сразу взяли в ряды этого уникального хорового коллектива. Сейчас вы пока рассказывали об изучении немецкого языка. И у меня сложилась ассоциация с вашими походами через весь город в Грузии. То есть, вы, наверное, волевой человек. То есть, вы ставите перед собой цель. И несмотря ни на что, к этой цели идете. Правильно? Потому что, если честно сказать, это не похвальба. Но не каждый так может приехать с нулевым знанием немецкого языка. И потом уже преподавать на этом языке. Да. Те русские, с которыми я встречался в Австрии, которые считали, что необязательно учить местный язык. Так и в Грузии было, кстати. Я не понимал их позицию. Потому что, раз ты приехал в эту страну, ты обязан уважать их. Ну как обязан? Ты должен с ними общаться. Как ты будешь с ними общаться, если ты будешь не знать местный язык? Я грудинский там учил серьезно. Грудинский очень сложный язык. Я научился немного говорить на нем. Читать. Читать точно научился. И был хороший контакт с грузинами. Они очень ценили тех, кто уважал их. Грузины это вообще да. И в Австрии, конечно. Я помню первое время вообще, я боялся выходить на улицу. Потому что не знаешь, что тебе что скажут. На английском, английский тебя не спасет. И поэтому упорно, упорно. И вот результат мой. Да, действительно было очень. Нужно было все русские падежи вспоминать. Надо было всю грамматику русскую вначале вспомнить. Которую уже, естественно, забыли со школьного времени. А потом ее перевести уже в немецкий и так далее, и так далее. Было много проблем. Немецкий очень сложный язык. Теперь я влюблен в этот язык. Дима, не поверишь. Вот сколько я уже вернулся в 2005 году. До сих пор он у меня сидит там. Я идеально все. Я слушаю все время дома. У меня есть такое радио Берлин. Где ретро рок-музыку всякую крутят постоянно. И там все время идет песня. И описание песни на немецком. Я все время слушаю. Я все понимаю. Я прекрасно могу разговаривать. Удивительно. Я думал сотрется. В подкорке осталось до сих пор. Без общения с немцами. Это был удивительный факт. До сих пор я немецком как рыба в воде. Серьезно. Ну можно позавидовать на самом деле. Ну так сложилась судьба. Вопрос такой вот Игорь Борисович. Смотрите. Я теперь понял почему вы не остались в Грузии. Чтобы вы оттуда не могли даже выехать. А почему не остались в Вене? Вот в Австрии. Дело в том что. Расскажу. Я сейчас секундочку прошу. У меня. У нас как бы с вами там есть какой-то круг общих знакомых. И вот когда-то кто-то из них. Я не помню кто. Мне был разговор о том. Почему вы не остались в Австрии. И мне сказали. Игорь Борисович он не может. Для него менталитет не подошел. И он. Его душа здесь в России. И вот. Он не смог это сделать именно душевно. Его тянуло всегда на родину. Вот это так? Или как? Почему? Ну менталитет отдельная история. Австрия тяжелая страна. Есть доля правды в этом. Конечно да. Да и как и любая страна для русского человека будет. Для австрийца будет Россия тяжелая. Ну. Естественно. Конечно. Там другие совершенно законы. Там надо родиться. Там все нам непривычно. Все шокирует. Все. Я не буду сейчас рассказывать моментов. Но главное не это было. А главное то что. Мне предложили хороший контракт. Предлагали даже на будущее в консерватории. Увеличить заработную плату. Поднять. Мало того. Я имел возможность уже прожив там пять лет. Получить австрийское гражданство. Это уникальная вещь. Ее не дают никому. Но. Они поставили условия. Я должен был отказаться от российского. А вот так. Представляете какое условие? А у них нет двойного гражданства? Нет. Только для спортсменов. Для чемпионов олимпийских игр. Вот парадокс Австрии. Не для культурных деятелей в Австрии. А для спортсменов. Они делали поблажку. Все остальные только отказ. Это первое. Второе. Хоровая профессия в Австрии самая популярная по статистике. Вот так. Да. Хоровых дирижеров на каждом углу сто человек стоит. А вот так. Да. Очень хорошего качества дирижеры. Хоры потрясающие. С местным языком. С родным языком немецким. Хоров на каждой улице. Зайди куда хочешь. Везде хор. Хор. Хоры потрясающие. Да. Поэтому, когда я туда ехал вместе, говорили, Игорь, мы знаем твою энергию. Ты тут же создашь свой хор. Ничего подобного. Два-три проекта я создал. Было очень трудно создать. Даже вот эти проектные с русской музыкой делал концерты. Это было очень трудно. И не было никакой перспективы. Потому что там бюджета нет. Там нет таких коллективов, которые кроме оперного театра и хоровой капеллы. Чтобы была такая, как у нас бывают. Ну кроме явно бюджетных. Да. Филармонии нет. Там только есть оперный театр и симфонический оркестр. Поэтому я не мог себя реализовать, Дима. Понимаешь? Я не мог себя реализовать как хоровой дирижер. Не мог. Не было никакой перспективы. Но у меня были за спиной Новосибирск родной, филармония и Маркелова голоса. И который шкалит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я сделал такой очень тяжелый выбор. Имея перспективу гражданства и всего подобного, я вернулся и был счастлив здесь. И я остаюсь до сих пор счастливым. Я понял, понял. Вот почему и вернулся. Значит, в 2005 вернулись и опять стали работать. Вернулся дирижер Маркелова голосов. Собственно, да. Значит, ну вот. У меня, кстати, по филармонии есть сложный вопрос. Не знаю, может быть, не заходите на него отвечать. В 2014 году, значит, с приходом к руководству Татьяны Людмилиной, да. Говорят, что для филармонии были тяжелые времена. Значит, ну, о чем говорить. Вот даже Владимира Калужского его отстраняли, да. Вот. Что вы вообще думаете по этому поводу? Ну, как? Это на самом деле было настолько... Потому что я помню вот это письмо, которое писали дирижеры подписывания Шахмамирьев. Там, значит, Калужский подписывал. То есть, почему так случилось? Дело в том, что тяжелые времена были не для всех. Все были в разной ситуации. Все были в разной ситуации. Действительно, с приходом нового директора появились какие-то... Как сказать, филармония разделилась, к сожалению, на тех, кто приветствовал, кто не приветствовал. Были перекосы и с другой стороны, и с другой стороны. Кто-то зря ее не дали как бы нормально руководить. А с другой стороны она тоже пережимала. Были моменты с давлением своим. Да. Мы, я вам скажу честно, что касается меня и мы... Вы знаете, мы занимаемся настолько много творчеством. У нас столько программ концертных каждый год и каждый день, что нам не до этого было. Мы находились здесь в прекрасном помещении. Мы работали, трудились и творили. И не участвовали в этом процессе. Что происходило там, я точно не могу сказать. Я там не был, я не знаю, что происходило. Почему писали, что делали. Были жесткие методы какие-то, были жесткие. Но жесткий метод, если я не буду руководить жестко, у меня не будет качества. Вот в чем дело, это я знаю. Поэтому обвинять кого-то, защищать кого-то я не могу. Мы говорили, что пошло разрушение школы Каца. Еще какие-то моменты, что вроде как... Новая метла по новому метет. А здесь, значит, филармония есть свои устои, свои сложившиеся традиции какие-то. Я могу сказать пример, с чем это было связано. С тем, что появились на сцене зала имени Каца поп-звезды. И первый пример был Киркоров, я помню. Но я знаю, что эти различные поп-звезды появлялись и потом при других директорах. Вот с чем дело. Да, бюджет там нужно латать. А потом я вам скажу другой момент. Например, приведу пример Австрии. Самый престижный концертный зал мира. Называется Мюзик Ферайн. Мюзик Ферайн Вена. Мюзикальное общество называется. Самый крутой, где Караян работал. Находясь там, когда я еще был в Австрии, я увидел такую афишу. Держитесь, не падайте. Там Рикардо Мутти, Караян, Гергиев, Ростропович. Все звезды мировые выступают, только они. И вдруг я вижу афишу. Сольный концерт Николая Баскова. Вот так, Николая Баскова. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже они нуждаются в каких-то, не знаю в чем, попсе. В попсе. Даже этот зал, я был шокирован. Значит им виднее, этим менеджерам, продюсерам. Ну и раз Австрии это же позволило, не знаю. Конечно хорошо бы, чтобы зал был. Но у нас такой нет возможности. Этот зал только для классики, а этот только для эстрады. У нас залов нет. Ну да. Да. А где эстрады выступать? В ДКЖ все время, или в Стадионе Сибирь в то время. Хотя зал, конечно, проблема с акустикой. Наш зал очень проблематичен с акустикой. Там надо только однопрофильное что-то такое. Конечно, эстрада там не годится. Там все, вы знаете, все шумит, гудит. Там очень большая такая акустика гуляющая. Поэтому да. Ну да, вот эта история я помню прекрасно. Что попали вдруг эстрадные певцы туда. Но что это было уничтожение школы и каться, я не могу сказать. Ну понятно. Это что? Надо было закрывать оркестр симфонически. Просто очень большая волна была. Я как бы там какие-то еще вещи. Была волна, да. Знаю больше, но сейчас не будем об этом говорить. Это все, вы знаете, на уровне личного. На уровне, скорее всего, да. Личной приязни. Значит, смотрите, Игорь Борисович. Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области. Вам присвоили в 2017 году. Многие считают, что это сделали поздно. Оказалось, что нужно было непрерывной деятельностью заниматься 10 лет. Правильно, да? Вы знаете, все время менялись. Законы. Законы менялись, да. И меня подали при министре Домединского. Я не помню, кто был Домединского. Подали меня. Ярославцева? Я имею в виду Московский министр. А! Министрерский министр России. Ты правда? Не, Россия, Россия. Я правда. Я решаю. Я не знаю. Подали, подали. И история была такая. Подали меня. И одновременно со мной подали Назимко, директора бывшего. Ну, Александра, да? Да. И потом, значит, наши документы ушли. И потом мне говорят, что, вы знаете, мы от филармонии имеем право только послать одного человека. Кого они выбрали, как вы думаете? Ну, директора, наверное. Ну, директора, наверное. Ну, конечно. Дальше. Директор прошел и моментально через полгода получил звание. А меня, значит, после него опять послали. И приходит Мединский и говорит, все, ребята, больше званий на периферии не будет вообще. Вообще. Да. Интересно. Только московским известным артистам. А почему так? Его такое было личное мнение. И все. И звания на этом закончились вообще. Сейчас не знаю, как ситуация, но не было при Мединском. У нас, по-моему, не получил никто звание. Вы получили позже, да? Я завис, но я опять получил местное. Благодаря губернатору Городецкому. Я ему очень благодарен, что он удивительным образом оценил меня. И хотя бы вот таким званием оценил моё творчество многолетним. Вот такая ситуация. Ну, наверное, он же там близко к филармониям, может быть, ходил на концерты. Да он-то знал меня, конечно. Ну, он знал, да. А теперь заслуженный артист России, это я не знаю. Теперь непонятно. Все меняется. Ладно. Вот смотрите, я читаю в интернете. Мы – любительский хор, принимающий в свои ряды любого желающего. Один вечер – одна песня. У нас вас ждут новые знакомства, яркие впечатления и, конечно же, возможность спеть хором любимые песни. Вот так написано в группе первого хора. Сейчас хор на карантине, я так понял, да? Да, да, да. А как пришла идея организовать такое непрофессиональное общество? Я скажу, это интересная история. Я сейчас говорил, что я не планировал, что любительский хор. Я видел там гитаристов, там приглашали. Да, я помню. И вдруг появилась девушка интересная, Оксана Жаманакова, из Кемерово, такая девушка, которая нашла меня и говорит, я, говорит, моя идея, я приехал, я хочу создать здесь большой любительский хор. Этот хор дает много радости, много энергии, много сил, несмотря на то, что приходишь уставший, уходишь воодушевленный и такой наполненный. Хор дарит вдохновение. Это очень много радости, очень много позитива и вообще очень классно чувствовать себя частью чего-то большего, когда люди вместе радуются и разделяют эти эмоции от пения. Это очень круто, это заряжает. Мы создали этот хор для того, чтобы каждый человек смог прийти в него и почувствовать себя счастливее. Мне кажется, что когда люди приходят на наш хор, они оставляют все свои дела, заботы где-то там далеко и погружаясь в атмосферу музыки, праздника, они становятся счастливыми, целостными и заряжаются по полной. Помогите мне. Такие вообще прецеденты были, наверное, в мире есть. В мире есть, и у нас есть образец, называется Хор Канада. Хор, хор, хор. Там толпа собирается человек 300-500, у меня видео было много, и они поют попсу европейскую всякую. Я у них взял, у них гитарист, дирижер стоит, и там много люди поют. И мы решили, когда начнем? Я говорю, давай через три дня. А у нее были связи с рок-сити. И рок-сити нам предоставили, знаешь, площадку наверху. Это было потрясающее время. Я помню первые... Рок-зал. Ну, где сцены есть? Ну, конечно. И там нам дали, и я помню первые месяцы собиралось до ста человек. Для Новосибирска это просто. До ста. Это много. До ста приходили люди, и мы с ними выучили. Была такая распевка. Интересная у меня распевка. Игровые. Потом экран обязательно сзади, текст идет. Подключили двух гитаристов. И разучиваем песню. Разучиваем песню. Делают два уголоса, если удается. И в конце все поют от начала до конца. Концертная форма этой песни. Это было очень интересное время. Но хор, вы знаете, долго существовал. Четыре года. Потом начались проблемы с помещениями. Нас перемещали туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вот последние. И потом мы выбрали форму такую в подземке. Мы проводили раз в квартал или два месяца. Посвященные каким-нибудь фигурам дни рождения. Например, мы отмечали юбилей Цоя. Вот это было, я помню, кульминация. Было очень много народа. На Цои пришли. И мы пели. Что же мы пели? Ну, какую-то песню я хоровую сделал Цоевскую. Потрясающе. Прошло. Видеозапись есть. Потом делали благотворительные акции. Приходили люди. Собирали деньги, например, на слуховой аппарат. Да, глухой девочки. Да, глухой девочки. Да, и вот собрали деньги на таком. Прямо ей вручили. Здорово. Было интересно. Вот этот хор, он сейчас, конечно, из-за карантина закончился. Ну, есть у меня маленькие группы, с которыми я занимаюсь. Вот я смотрел, значит, у вас есть занятия джазового и эстрадного хора. Да, правильно. Они существуют до сих пор? Существуют, да. В эстрадном хоре занимают, это так называют, не эстрадный, а такой хор советский. Там поет советское ретро только. А, понятно. Там люди получают огромное удовольствие. Приходим, мы поем советское ретро, любимые песни. Я слышал, что где-то нужно прям нотную грамоту знать на одном, а на втором не обязательно. Правильно, вот советское ретро приходят все любители без кастинга. Просто приходят, поем, наслаждаются советской песней. На базе чего это происходит? Где это происходит? Да, где. А это все время арендуем то помещение, то клуб, то что-нибудь, разное помещение все время. Ну, понятно. С базами всегда проблема. А из джазового хора, там уже продвинутые товарищи, и там уже поем по нотам. И джазовые стандарты стараемся различить джазовую музыку. Друголосно, треуголосно. Были времена четыре уголосных. Вот такие два хоровые коллектива из первого хора вышли и остались. Ну, они все-таки существуют еще. Хорошо, что хоть так. И с этими пандемиями, честно сказать. Да-да-да. Вот немножко, пожалуйста, расскажите о семье. Вот у вас дочь и сын, правильно? Да-да-да. Дочь старше. Дочь старше. Дочь старше. Вот чем они занимаются? Какие у них увлечения? Дочери одиннадцать, сыну шесть. Сыну шесть. Да, сыну шесть. Дочка, ситуация такая. Я никого не заставляю чем-то заниматься. Чем хотел. Я спрашиваю сразу, наверное, а папа? Да-да-да. А как папа? Вот она не хочет заниматься музыкой. Она не хочет, это ее право. Я не давлю ни в коей мере. Ей хочется рисовать. Она профессионально хочет этим заниматься. Я думаю, может быть дизайн или что-нибудь будет из нее. Она ходит в профессиональную школу, она занимается этим. И этого достаточно. Вот и все. Целенаправленно. Вы ей, правда, реально нравится. Она хочет профессионально этим заниматься. Ради бога. А что касается сына, у него я вижу потенциал большой. Тоже не давлю. Не давлю. Но вижу, может быть, дирижерское что-то начало у него есть. Потому что у дирижера особенно специфика личности должна быть. Это воля, как вы сказали, да? Воля, требовательность, ну и так далее. Много качества, которые, да. Поэтому он, скорее всего, что я с ним будем заниматься музыкой. Возможно, я сам начну. Живые концерты, естественно, это концерты сразу. Душа в душу, как говорится. И самое, что меня пугает, что мы отучаем народ ходить на концерты. Знаете, вот они сейчас, понимаете, они боятся ходить. Первое, они боятся покупать билеты. Ты купишь билеты, а концерт отменят. Тебе зачем этот головняк? Ну да. Вот это первое. Второе, все время, вдруг заразишься. У меня все фанаты мои, у нас был концерт один, юбилейный, начало сезона, отказались. Отказались. Даже их фанаты. Отказались. Извини, я возрастная, я боюсь. Вот в чем опасность. И, конечно, чем больше это продлится, тем тяжелее будет опять вернуться к тому, что было до пандемии. Да, Дим? Поэтому я надеюсь, что скорее эти волны закончатся, дай бог, и все войдет в русло. Чем быстрее, тем нам будет легче выкарабаться. Ну дай бог, дай бог. Но я не плачу и не радаю. Хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть весится ветер жестокий в кульмане житейских морей. Белее твой парус покой одинокий. Игорь Борисович, нас будут смотреть, наверное, наши друзья, и друзья-музыканты, и просто музыканты. Что, значит, вы хотели бы им сказать, пожелать всем, кто будет смотреть эту передачу нашу. Вот и в связи с сегодняшним как бы тяжелым временем, ну как бы на будущее, может быть, хочется что-то просто передать. Дорогие друзья, ну сейчас принято всем желать здоровья, естественно. Конечно, не сдавайтесь. Не сдавайтесь морально. Есть случаи, я хочу рассказать, случай у нас библиотекарь моего ансамбля, сильно тяжело болело. 60% легких лежало, вообще видела, как трупы выносили. Морально подавлено. Два месяца болело, два месяца. Но она в один момент ей сказала, я должна воспрянуть, я должна воспрянуть. Возрастная женщина, и она меня поразила. Она говорит, у людей 40% потери легких умирали. У нее было 60%. Она сказала, нет, я должна. И она ежедневно себе это внушала. И она вышла сегодня на работу. Это у меня такое счастье. Это такой пример для всех для нас. Давайте не будем падать духом. Будем верить, как говорится, в светлое будущее. Действительно. И я думаю, вот что касается меня и Дмитрия, например, музыка, музыка нам в этом всем поможет. Спасибо. У нас в гостях был Игорь Борисович Тюаев. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Если какие-то вопросы возникнут в комментариях, пишите. Мы свяжемся с Игорем Борисовичем. Обязательно. Обязательно спросим у него. Он обязательно ответит. Потому что я хорошо знаю этого человека. Он очень отзывчивый. Спасибо. Ну и будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok